В эфире Инаульского телевидения новости. В студии Регина Фазылова. Здравствуйте! Декабрь и январь – напряженное время сессии для студентов, и 25 января для них становится яркой датой окончания экзаменационных испытаний. Такие события надолго остаются в памяти. В преддверии Дня российского студенчества 23 января в Инауле состоялось мероприятие «Энергия молодежи. Драйвер развития экономики района». Прошло оно в онлайн-формате на ютуб-канале администрации района. Итак, молодых людей отличает мобильность и умение правильно оценивать местный рынок. Темой обсуждения стало предпринимательство. На встречу были приглашены спикеры. Это предприниматели района, среди которых были и молодые, но уже успешные и эксперты. С приветственным словом к участникам мероприятия обратился глава районной администрации Ильшат Вазегатов. Он поздравил молодых людей с Днем российского студенчества, рассказал о планах дальнейшего развития района, призвал студентов присоединиться к этой работе. И его празднуют те, кто любознателен и инициативен, кто независимо от возраста и рода занятий хранит в душе жажду знаний и открытий. Я очень рад нашей встрече и, конечно, рад видеть, что не только организаторы присутствуют сегодня в Зуме, есть ребята, которые подключились и готовы обсуждать проблемы нашего района. Сегодняшняя молодежь, вы именно сегодняшние студенты, это люди, которые выросли в иное время. И поверьте мне, что у вас больше преимущества по сравнению с теми, кто рос в предыдущие годы. Вы сейчас можете создавать свободно новые идеи, новую моду, новую музыку, новое искусство, новые технологии. Сегодня, как никогда, само общество нуждается в желании, в привлечении к работе желающих и умеющих трудиться. Поэтому именно на вас, на студенчество мы возлагаем свои надежды за дальнейшее благополучие нашего района. Мы следим за вашими продвижениями, дорогие студенты, за вашим ростом. Многие из вас заняты не только учебой, но и уделяют время науке, творчеству, спорту, волонтерским проектам. Мы радуемся за вас, гордимся вами. Надеюсь, что сегодняшняя встреча будет плодотворной и поможет нашей молодежи определиться с будущим. А это, в свою очередь, будет определять будущее нашего района. За вами будущее. Будьте еще более прогрессивными, чем ваши предшественники. Развивайтесь, растите профессионально и личностно. Будьте активными и целеустремленными. Не отступайте перед трудностями. Не бойтесь ставить перед собой самые смелые задачи. Будьте здоровы и счастливы. С праздником вас! Затем в обсуждение включились молодые предприниматели. Луиза Галяк-Берова рассказала о себе и о своем салоне красоты. Работав почти 10 лет, я осталась без работы. Но не отчаялась, встала на учет в Центр занятости в качестве безработной. Там же мне предложили пройти переквалификацию. Но они предложили мне разные специальности. Но меня давно тянуло в мир макияжа, и я выбрала специальность визажиста. Обучение было в городе Уфа. Затем после окончания они предложили такую, так скажем, помощь, что есть субсидия в открытии своего дела. Но для этого нужно защитить бизнес-план своего проекта. Если его одобряют, то предоставляют финансовую помощь в размере 96 тысяч рублей. Сумма немаленькая, поэтому я тут же взялась за такой проект. Получила, одобрили, открыла свое ИП. И в июле 2019 года началась стройка моей студии красоты. Александр Шаисламов полгода назад открыл свою ветеринарную лечебницу. И не жалеет об этом. Услуги востребованы. После учебы в школе надо было поступать. У нас принято, чтобы люди были с высшим образованием. Решили пойти на факультет ветеринарной медицины. Далее уже в курсах, наверное, в втором, третьем уже начал осознавать, что специальность востребованная, нужная. И уже были мысли о том, что надо свое дело открывать. Эльвира Фадхулина предпринимательской деятельностью занимается уже давно. За плечами у нее немало достижений и наград. Много лет она занимается оказанием медицинских услуг. Вы знаете, роль медицины в современном обществе велика. И только здоровый человек может полноценно жить, трудиться и радоваться жизни. И профессия врача на особом счету в любом обществе. Особенно мы это поняли за последний год. Марина Баширова – начинающий предприниматель. Занимается пошивом детского текстиля. Ее небольшой бизнес вырос из увлечения. Вот так сложилась моя судьба. В 2016 году, еще будучи в декрете, я начала сшить текстильные буквы подушки. Решила сшить. И в итоге у меня получается заказы заказом. Я выложила, получается, информацию о том, что я принимаю заказы. Заказы заказом. И у меня пошло. И я начала расширять свой ассортимент. И в завершении мне хочется сказать студентам, что нужно всегда в себя верить. Нужно ставить перед собой цели. Никогда не останавливаться на достигнутом. Все в ваших руках. Многие сферы предпринимательства были затронуты на встрече. Это и строительство, о нем рассказал успешный предприниматель в нашем районе Салават Нигматуллин. Свой проект по растению и водству запустил учитель биологии и химии села Карманово Гузеля Хиярова. Зинур Валеев рассказал о своем фермерском хозяйстве. Личным опытом деятельности в сфере досуга поделился Ильнур Салимгареев. Каждый эксперт в своей сфере деятельности дал ответ студентам на интересующие вопросы. Не зря о студенческой жизни у всех теплые воспоминания. Это самые веселые и незабываемые годы жизни. Но студенческая жизнь, она не бесконечна. Каждый студент в определенный момент встает перед выбором места работы, места дальнейшего проживания и вообще своего материального благополучия. Молодежь и бизнес, бизнес и карьера, собственное дело и возможности зарабатывания. Проблема выбора весьма актуальна для молодых. Как и проблема старта, первого шага и даже порядка шагов на пути к успеху. Именно эти темы поднимались и обсуждались участниками встречи. Энергия молодежи, драйвер развития экономики района. Студенты задавали вопросы, получали ответы на все интересующие их вопросы из первых уст по своим направлениям. Также узнали о востребованных профессиях от директора Центра занятости населения и главного врача Янаульской ЦРБ. Обратная связь в виде положительных отзывов показала, что данная тема встречи была определена организаторами правильно и была очень актуальной. Также наши студенты в эти праздничные дни могли посетить бесплатно тренажерный зал ФОК «Юность» в бассейн Дулкэн, принять участие в мероприятии «Многоборье Герой КТО». Во Дворце молодежи прошла интерактивная площадка Янаул в будущем. В промежутках между подключениями участники могли посмотреть видеоролики, обращения молодых специалистов и музыкальные номера. Главная цель этой встречи – заинтересовать студентов, чтобы они возвращали свой район, создавали здесь свои семьи и реализовали себя. Общее число заболевших коронавирусной инфекцией в республике превысило 23 тысячи человек. За последние сутки подтвердили 168 новых случаев заражения COVID-19. Об этом сообщил министр здравоохранения Республики Башкортостан Максим Забели на еженедельном оперативном совещании, которое провел глава Башкортостана Радий Хабиров в понедельник 25 января. С 18 января в Башкортостане началась массовая вакцинация от коронавируса. Регион уже получил почти 14 тысяч доз вакцины. В январе-феврале в республику поступит еще 151 500 доз. Глава Республики поручил Минздраву Башкортостана подготовить всю необходимую инфраструктуру для транспортировки и хранения вакцины, а также квалифицированный медицинский персонал. Другие темы утреннего совещания в правительстве региона. Башкортостан занимает второе место в Приволжском федеральном округе и восьмое место в России по объему розничного товарооборота. Годовой объем потребления товаров суммарно превысил 930 миллиардов рублей. В рамках реализации проекта «Молочная кухня» на территории республики работает 7 производств общей мощностью около 35 тонн молока в сутки. Действует 103 раздаточных пункта. Эпизоотическая ситуация, которая складывается в России, имеет тенденцию к ухудшению. В соседних с Башкирией регионах бушуют очаги заразных болезней животных, таких как африканская чума свиней и высокопатогенный гриб птиц, доложил начальник управления ветеринарии Республики Башкортостан Азад Зиганшин. Эти заболевания несут огромные экономические убытки для отраслей, так как летальность составляет 100%. Регистрируемые вспышки вплотную приблизились к границам Башкортостана, Запада, Юга и Востока. Завершилось совещание подведением итогов республиканского конкурса «Лучший объект» по содержанию многоквартирных домов и благоустройству придомовых территорий за 2020 год. Всего в прошлом году из 53 муниципалитетов поступило 273 заявки, что в пять раз больше, чем годом ранее. По итогам их рассмотрения конкурсная комиссия определила 27 победителей по всем номинациям. «Янаул» занял два призовых места. Первое в номинации «Лучший многоквартирный дом среди городских поселений», таковым стал дом номер 16 по улице Советской, и второе место в номинации «Лучший подъезд», дом номер 60 по улице Победы. Ежегодно на премирование победителей конкурса из бюджета республики направляют 16 миллионов рублей. Эти средства собственники жилья потратят на дальнейшее благоустройство своих домов и прилегающих территорий. Продолжилось утреннее совещание оперативкой районного уровня. Заместитель главы администрации по социальным вопросам Гаухар Миндиярова представила проект к объявленному в Башкортостане году здоровья и активного долголетия. Проект называется «Опыт, мудрость, наставничество, путь к долголетию», который направлен на выявление положительного примера активного здорового образа жизни людей старшего возраста. С сегодняшнего дня начинается активная реализация этого проекта. Это совместный такой проект, где мероприятия пройдут в учреждениях образования, культуры, молодежной политики и спорта, в городском и сельских поселениях района. Участие в них примут представители всех поколений, чтобы через взаимосвязь поколений смогли выявить и достойно вознаградить лучших наставников, добровольцев серебряного возраста, которые имеют силы и желание делиться с подрастающим поколением молодежью, молодежью, активной гражданской позицией, опытом трудовой деятельности и традициями здорового образа жизни, патриартизмом и мудростью предков, ремесленным мастерством и творческим взглядом на жизнь. Тем самым мы создадим условия для повышения качества жизни граждан старшего поколения, их вовлечения в активную интеллектуальную, творческую, общественную деятельность. На прошлой неделе подошло к концу проведение итоговых собраний в рамках программы поддержки местных инициатив в сельских поселениях района. Завершающие встречи с населением прошли в Истягском, Максимовском и Шудехском сельсоветах. И о том, что планируют приобрести сельчане в случае победы в конкурсе, далее в сюжете. Для жителей деревни Можга Шудехского сельсовета одной из сложных тем остается вопрос состояния автомобильных дорог. Эту тему и обсуждали сельчане на итоговом собрании 22 января. Участие в программе для них – способ решить данную проблему. В итоге жители единогласно выбрали проект ремонта дороги по улице Школьной. Жители приняли активное участие в данном мероприятии и в итоге ими был выбран проект «Текущий ремонт улиц, щебенение». Жители деревни Можга участвуют уже не в первый раз. В 2018 году они участили в проекте «Ремонт кладбища». Они выиграли и был произведен ремонт кладбища. В 2020 году, к сожалению, наше сельское поселение не смогло выиграть в программе поддержки местных инициатив. Надеемся, в этом году жители деревни Можга выиграют в данном проекте и будет произведен текущий ремонт улиц, что даст возможность жителям проезд по своим улицам. В этот же день жители села Максимово обсуждали вопрос благоустройства населенного пункта. Об участии в программе поддержки местных инициатив собравшимся рассказал глава поселения Альмир Хузин. Систему начисления баллов объяснил и секретарь совета района Инзеля Ибрагимова. Участники встречи единогласно проголосовали за приобретение материалов для ремонта ограждения и благоустройства татарского кладбища. Эта программа пользуется у нас успехом. Народ, жители приняли активное участие. Как и в программе прописано, чтобы в итоговом собрании участвовали более 10% жителей села, у нас на сегодняшнем собрании присутствовало 56 человек. Жители деревни Ахтиял из Тягского сельсовета волнуют отсутствие детской игровой площадки. Благодаря участию в программе сельчане надеются приобрести необходимое оборудование. Глава сельского поселения Айдар Гельмеев рассказал жителям условий и критерий участия в конкурсе. В ходе встречи была выбрана инициативная группа. В ее обязанности входит организационная подготовка к конкурсу. Жители данной деревни давно уже просили, чтобы в деревне Ахтиял устанавливать или благоустроить детскую игровую площадку. И как раз это был хороший повод, программа поддержки местных инициатив. И вместе с ними решили в данной деревне установить детскую игровую спортивную площадку. Данная игровая спортивная площадка обойдется на общую сумму 300 тысяч. И также решили, какую сумму должно будет собирать население. Если решили на 300, то примерно выйдет, население должно будет собирать 30 тысяч, спонсоры также 30 тысяч. И в процентном отношении сельское поселение будет финансировать в размере 45 тысяч. По условиям программы поддержки местных инициатив. В данном населенном пункте у нас очень много детей. Только в одной деревне 54 ребенка до 18 лет. Они учатся в соседней деревне села Истяк. Также ходят в село Истяк, в детский садик, солнышко. Но именно где игра, конкретного места у них нет. Играют они в начале деревни, в середине деревни и в опасных участках, около дорог. Поэтому для того, чтобы обезопасить, решили совместно создать единый комплекс, детскую игровую площадку. После завершения итоговых собраний в сельских поселениях начнут формировать заявки и готовить конкурсную документацию. В мае этого года состоится заседание республиканской конкурсной комиссии, где будут определены победители. Их проекты и будут воплощены в жизнь. Проект, направленный на снижение уровня бедности в республике Башкортостан, реализуется с 2020 года. В рамках проекта, коротко именуемого АСПК, предоставляется адресная помощь на основании социального контракта. В программе участвуют малоимущие семьи и одиноко проживающие граждане, доход которых ниже прожиточного минимума. Межрайонный центр «Семья» оказывает помощь по двум направлениям. Развитие личного подсобного хозяйства и предоставление социальной помощи в трудной жизненной ситуации. Подробнее об особенностях социального проекта рассказала руководитель службы семьи Гульшат Сахапова. Развитие личного подсобного хозяйства представляет собой предоставление единовременной помощи на приобретение крупного рогатого скота, мелкого рогатого скота и так далее. То есть на развитие личного подсобного хозяйства с суммой не более 50 тысяч рублей. На сегодняшний день у нас есть пять действующих контрактов, которые были заключены уже в 2019 году. В 2020 году у нас социальные контракты по данному направлению не заключались в связи с отсутствием финансирования. Следующее направление – это предоставление адресной социальной помощи на иные мероприятия, направленные на преодоление трудной жизненной ситуации. Это предоставление помощи на приобретение товаров первой необходимости – одежды, обуви, мебели по ограниченному утвержденному перечню товаров. Также данная помощь предоставляется малоимущим семьям с детьми, у которых есть нуждаемость в организации социального сопровождения по 583-му постановлению правительства Республики Башкорстан. То есть есть ряд обстоятельств у семьи, которые ухудшают их жизнедеятельность. Вообще алгоритм подачи заявления следующий – граждане обращаются с заявлением в многофункциональный центр, затем данное заявление передается в филиал Республиканского центра социальной поддержки, потому что социальный контракт заключается между филиалом РЦСПН и гражданином. При подтверждении малоимущности семьи далее дается заключение о том, что семья нуждается в социальном сопровождении, соответственно, положительный итог, то есть заключение социального контракта. По всем вопросам, конкретно по вот этим двум направлениям, вы можете обратиться в службу семьи по телефону 52211, либо по адресу город Юнау, Советская, 21. Также адресную социальную помощь оказывают в филиале Северо-Западного межрайонного центра занятости населения по Инаульскому району. Центр занятости населения содействует в прохождении профессионального обучения в поиске работы и оказании помощи при осуществлении индивидуальной предпринимательской деятельности. В 2020 году заключены социальные контракты по следующим направлениям. Поиск работы 28 социальных контрактов. Все заявители трудоустроены при содействии центра занятости в предприятии и учреждения района с получением ежемесячной выплаты в размере 10 434 рубля социальной защиты. Второе направление – это прохождение профессионального обучения. По данному направлению заключено 6 социальных контрактов. Все заявители обучились по специальностям – сестринское дело, парикмахер, слесарь по ремонту автомобилей и охранник. Всем им компенсирована стоимость обучения – до 30 000 рублей. И еще одно направление – это осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности. По данному направлению всего заключено 5 социальных контрактов. Все они открыли свое дело, зарегистрировались в качестве индивидуального предпринимателя и КФХ и получили единовременную выплату в размере 250 000 рублей. Одной из тех, кто воспользовался предложением центра занятости в сфере индивидуального предпринимательства, стала Марина Баширова. В 2011 году она окончила Удмуртский государственный университет, получив квалификацию преподавателя истории. Специализировалась в сфере археологии. Несколько лет ездила в экспедиции, занималась зарисовками археологических раскопок. Но жизнь носит свои коррективы. В душе Марина всегда была творческой личностью. С раннего детства рисовала и училась в художественной школе. И желание творить не покидало ее. Рождение ребенка изменило ее жизнь. В декретном отпуске она увлеклась пошивом детских подушек на заказ. С этого начались ее первые шаги к большому делу. Мы отшиваем бортики в кроватку, коконы. Сейчас уже мы комбинезоны шьем, конверты на выписку. И уже мне хотелось всегда, чего-то большего хотелось. И тогда я уже обратилась в центр занятости за помощью. Они мне не отказали. Они мне все пояснили, все рассказали. Какую документацию сдать, что написать, как написать. И я приступила к написанию бизнес-плана. После этого мне одобрили. Я прошла по конкурсу, и мне одобрили 250 тысяч. Первые заказы я отшивала на обычной швейной машинке, наручной. Потом уже я купила себе бытовую швейную машину. Потом я купила себе сама оверлок бытовой. И все вот с этого у меня началось. У меня творчество, меня это вдохновило. Я очень счастлива, что я пришла к этому. Мне очень нравится, когда особенно тебе клиенты, твои заказчики пишут такие добрые слова с пожеланиями о том, что они счастливы, что у них так все красиво, все получилось. Это, знаете, вот еще больше вдохновляет, больше хочется творить, хочется придумывать чего-то нового. Социальный контракт, как индивидуальный план действий, хорошее подспорье тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Главное отличие выплаты по социальному контракту от обычного пособия в том, что это целевые деньги, то есть представляются с определенной целью и под конкретную задачу. Регина Фазылова, Нил Сафин, Служба новостей, Янаульского телевидения. Таким выдалось начало этой недели. О том, что еще интересного произойдет на территории города и района, мы обязательно расскажем в наших новых выпусках. А сейчас я прощаюсь с вами. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 27 января ожидается переменная облачность без осадков. Ветер южный 24 метра в секунду. Атмосферное давление 761 миллиметр артурного столба. Температура воздуха ночью минус 4, минус 6, днем минус 2, минус 4 градуса. По данным МЧС, в республике ожидается облачная погода с прояснением, местами небольшой мокрый снег, гололед. На отдельных участках дорог гололедится. Ветер южный, юго-западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха ночью минус 5, минус 10. При прояснениях до минус 15, днем 0, минус 5 градусов. Ветер южный, юго-западный 3,8 метра в секунду. Колбаса сырокопченая папа может 109, сыр российский ГОСТ 369, рыба кита 299 рублей за килограмм. Срок акции по 31 января 2021 года. Подробности у продавцов. 28 января в Уфе в приемной президента России состоится горячая телефонная линия с участием уполномоченных лиц Государственного комитета Республики Башкортостан по тарифам. На горячую линию можно позвонить по вопросам начисления тарифов за коммунальные услуги, в том числе за отопление, а также по теме индексации тарифов по коммунальным услугам в 2021 году. Звонки принимаются с 10 до 12 часов. Номера горячей линии 8 347 229 74 58, 8 347 229 74 76. Уважаемые иноульцы, с 25 января в Республиканском Центре социальной поддержки населения начал работу единый многоканальный телефонный номер 8 347 280 80. Многоканальный телефонный номер доступен в будние дни с 8.30 до 17.30, выходные, субботы и воскресенье. Для соединения с филиалом Республиканского Центра социальной поддержки населения по иноульскому району необходимо набрать дополнительный номер 105. Обращаем ваше внимание, что время разговора оплачивается по тарифам вашего оператора телефонной связи. Информирование граждан по ранее действовавшим номерам телефонов горячей линии будет прекращено с 1 февраля 2021 года. Дети берут пример со взрослых и все повторяют за вами. Ваша задача сделать так, чтобы они повторяли правильные вещи. Например, чаще мыли руки, надевали маску в общественных местах, чихали и кашляли в локоть и защищались от чихов других, соблюдали дистанцию. Чем больше правильных вещей дети будут повторять за вами, тем в большей безопасности они будут. Будьте хорошим примером и будьте здоровы. Янаульскому телевидению в отдел музыкальных программ требуется корреспондент с перспективой карьерного роста. Знания татарского и башкирского языков обязательно. Телефон 50402-528-71.